Серебро дороже золота. Это, конечно, дело вкуса, но когда речь идет о столовых приборах, Аргентум более подходящий материал. Столовые приборы из драгоценных металлов, иногда украшенные инкрустацией, слоновой костью, драгоценным деревом, ювелирными камнями и так далее, и так далее, они используются еще со времен, знаете, Сирии, Вавилона, особенно серебряные. Европейское серебро было найдено в 12 веке в Саксонии. С этого момента любой уважающий себя дворянин считал своим долгом иметь хоть несколько серебряных приборов. В 17 веке, естественно, было разведано, и в том числе в Сибири, на Алтае, Екатерина нашла рудники, то есть ее рудознацы нашли огромные запасы серебра, и с тех пор серебряная посуда, серебряные приборы стали обязательным как бы украшением дворянского стола в России. Теперь к былому великолепию можно прикоснуться разве что в антикварном магазине. За маленькую ложку советских времен готовьтесь отдать примерно полторы тысячи рублей. А вот чайный предмет ручной работы, созданный веером, может стоить и четыре. Многие столовые приборы изначально делали с гладкой ручкой, чтобы потом выгравировать на ней инициалы владельца или узор. Серебряные предметы наделяли даже магической силой, сравнивая материал с луной. Было замечено, что серебряные кувшины или серебряная посуда, которые, кстати, и наши полководцы брали с собой на войну, потому что обеззараживал этот металл. До сих пор говорят, если ты хочешь быть здоровым и счастливым, возьми настоящую, купи серебряную ложку и часа на четыре бросай в очищенную воду, и она будет заряжаться. Так что серебряные приборы станут не только статусным предметом на столе, но и хорошим подарком, особенно малышу. Считалось, что ребеночку серебряные на первый зубок, потому что первый зубок, когда появляется, появляется, вот он как бы утверждается на земле. Ему дарят будущее богатство, будущее здоровье, будущая сила. То есть это шел такой определенный полумагический, полушаманский обряд. Прежде чем приобретать серебряные приборы, стоит проверить их на качество. Специалисты советуют искать истинно драгоценные предметы в ювелирных магазинах. В салонах посуды и декора часто используют металлическую основу с серебряным напылением. А на предметах, выполненных целиком из благородного металла, обязательно должна стоять проба. Проба серебра – это государственный стандарт. В тысячи единиц металла столько-то единиц серебра или золота. Например, самая лучшая проба для серебра и золота считается 999-я, абсолютно чистая, без добавок. Екатерина II, раз она, при ней нашли алтайские гигантские запасы серебра, рудники, да, она указала, что не ниже 84-го золотника. Это соответствует 875-й пробе. Такой металл используют для среднего качества украшений и столовых приборов. А вот более ценные предметы изготавливают из серебра 925-й пробы. За блестящим богатством нужно тщательно следить, ведь оно имеет свойство окисляться и темнеть. Поможет натиранию специальной пастой или народный способ протирать приборы раствором на шатыря и воды в соотношении 1 к 10. При бережном обращении серебряный набор станет настоящей семейной реликвией.